Дело в том, что в Украине объявлено раскрытие заговора с целью организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского. В этой связи отправлен в отставку глава службы государственной охраны и произведены аресты. В частности, известно, что арестованы два высокопоставленных сотрудника службы государственной охраны, два полковника, которых обвиняют в том, что они были завербованы пятой службой ФСБ. Кстати, первым делом я попрошу вас, Сергей, напомните, пожалуйста, что такое вот эта вот пятая служба ФСБ. Мы ее с вами уже как-то вспоминали, но, знаете, повторение мать учения. Пожалуйста. Пятая служба ФСБ была создана при ФСБ под руководством генерала Сергея Беседы для того, чтобы как раз работать по бывшим республикам Советского Союза, которые стали суверенными государствами, но по которым раньше нельзя было работать, потому что они входили в сотрудничество с российскими спецслужбами. И, как известно, есть там ограничения. То есть, когда считается у Российской Федерации, что какая-то спецслужба является, ну, условно дружеской, то в этой стране нельзя вербовать. Вот точно так же, как было запрещено все это при Советском Союзе. То есть, не было службы внешней разведки, резидентур службы внешней разведки в социалистических странах, в странах социалистического лагеря. Кстати, поэтому очень глубоко заблуждаются люди, когда говорят, что Путин служил в Дрезденской резидентуре. В ГДР не было никаких резидентур, в ГДР, в Чехословакии, в Польше, в Болгарии, там, в прочих соц. странах были официальные представительства КГБ при Министерстве госбезопасности соответствующих стран. Вот то же самое Путин сделал после распада Советского Союза в Российской Федерации. Ну, там сначала Ельцин, потом Путин. Вот мы в прошлой передаче с вами говорили, как преобразовывался КГБ в современные российские спецслужбы. И вот у нас такое логичное продолжение получилось, что как из этого дела отдельные службы. И, значит, вот когда Украина стала рассматриваться как не партнерское государство, а вражеское государство, то была создана пятая служба ФСБ, которая работала как раз по бывшим республикам, но которые не считаются дружескими. И вот эта служба Сергея Беседы должна была вербовать агентуру в Украине. Она отчитывалась за довольно большой бюджет, говорил, что платит миллиарды рублей на эту агентуру. И доказывала Путину, ну, сначала Бортникову, а через него Путину, что в Украине все схвачено. Вся агентура работает на Российскую Федерацию, что вся Украина покрыта сетью агентурной в пользу ФСБ. И там не будет никаких проблем, если начать какую-то специальную операцию против Украины. Все сразу сдадутся. Эта агентура придет в движение. Кто-то из них, значит, примет нужные Кремлю решения. Что, в принципе, частично состоялось. Потому что мы знаем, что были какие-то диверсионные группы на территории Украины, которые пытались, кстати, высадиться сразу в аэропорту Борисполь под Киевом и совершить теракт против Зеленского уже в первые самые часы после того, как началась полномасштабная специальная операция, так называемая, ну, то есть, на самом деле, полномасштабная война Путина против Украины. Вот некоторые люди устраивали дезорганизацию работы органов безопасности на местах. Это мы знаем про, в частности, про региональную организацию ОСБ, СБУ в Херсоне, когда они должны были подорвать мосты, чтобы через Крым не зашли россияне в Херсонскую область и затем в Херсон. Этого сделано не было. То есть, там, на самом деле, предательства было довольно много. Но потом с этим президенту Зеленскому удалось все-таки справиться. И он в прошлом году реформировал систему СБУ, убрал оттуда своего кореша, такого близкого друга, чуть не школьного, детско-садовского, Ивана Шабанова, который не был специалистом по спецслужбам, но был очень доверенным человеком Зеленского. Они вместе там занимались продюсированием и созданием медийных проектов. Много лет очень хорошо другую узнали. И Зеленский ему доверял, потому что вот здесь, вы знаете, всегда мы с вами уже неоднократно на самом деле об этом говорили, что когда выбираешь, кого назначать на такие должности, ответственные в спецслужбах, то тут выбор. Либо назначить человека компетентного, который специалист в спецслужбах, либо назначить политика или человека, которому ты 100% доверяешь. И вот это очень сложно сделать, потому что на самом деле все управленцы, все люди, которые занимаются управлением государством, они говорят, что специалиста спецслужбиста нельзя назначать в руководстве спецслужбы. Его надо делать всегда первым замом или просто замом, но директором делать нельзя, потому что тогда, иначе, если вы сделаете его директором, то он будет служить не государственной идеей, а корпоративной идеей. То есть он будет выстраивать спецслужбу так, как это удобно сотрудникам специальной службы. А спецслужба на самом деле является инструментом государства. И поэтому при партийных органах, кстати, вот это было первый раз так вот очень ярко продемонстрировано при назначении Андропова в 67-м году, потому что Андропов был в ранге секретаря ЦК КПСС, и его когда перевели в КГБ, он отказался повесить себе погоны на плечи, он не стал военным, чтобы не получать приказов, чтобы не быть военным, которому могут отдать приказы, а он их обязан исполнять. Это раз. Во-вторых, он от Брежнева получил повышение своего партийного уровня до уровня кандидата в члены Политбюро. Он потерял должность секретаря ЦК, но за 100 стал кандидатом в члены Политбюро. И такая же история была с Примаковым. Когда Примаков пришел, он тоже был гражданским руководителем, он отказался взять погоны у Ельцина. И только тогда, когда он ушел сам в министр иностранных дел, вот Трубников, генерал Трубников, который там остался, вот он был уже спецслужбистом, и у него были погоны генерала армии, и у него была совсем другая система. Но вот два таких примера Андропов и Примаков – это люди, которые не хотели вешать погоны. Вот, но это… Пожалуйста, я тут должен вас перебить. Но все-таки, если говорить об Андропове, в какой-то момент он стал генералом армии. Я не помню только в каком году. Об этом было. А я вам скажу, в каком году и почему это произошло. Это очень хитрая штука, потому что он дождался 73-го года, когда Брежнев его сделал из кандидатов в члены Политбюро, он стал членом Политбюро. И вот только когда он стал членом Политбюро полноправным, вот только тогда он согласился повесить себе погоны генерала армии, такие же, как у Брежнева. Да, да, да. И я помню, что одновременно было три новых назначения. Параллельно с Андроповым членами Политбюро были избраны Громыко и Гречко, которые до этого не были членами Политбюро. Причем Громыко не был даже кандидатом. Это был такой демонстративный жест, свидетельствующий о том, что вот на данном этапе, и так оно и было на самом деле, внешняя политика и все, что с ней связано, становится, скажем так, внешняя и оборонная политика становится приоритетным направлением в работе советского руководства. Но это было понятно тогда же. Был период потепления в отношениях с Соединенными Штатами, так называемый дейтант, разрядка напряженности. Никсон приезжал в Москву, Брежнев летал в Америку. Был короткий период вот такой внешнеполитической оттепели, как ни парадоксально. И такое было в 70-е годы тоже. Но все же вернемся к истории про покушение на Зеленского. Мы... Ну, собственно говоря, что тут обсуждать? Понятное дело, что во время войны спецслужбы противника, разумеется, вынашивают подобные планы. Я помню, что и ведь во время Великой Отечественной войны, как ее многие по-прежнему называют, во время Второй мировой войны, немецкие спецслужбы вынашивали планы покушения на Сталина, вынашивали планы покушения на Черчилля. Я насчет Рузвельта не скажу, но вот в каком-то из музеев я даже видел в далеком-предалеком прошлом какие-то предметы, которые были якобы изъяты у одного из немецких диверсантов, готовивших покушение на Сталина. В частности, этот самый диверсант якобы должен был надеть под мундир на свои запястья такие мини-пусковые установки для стрельбы ракетами, якобы. Они в витрине были выложены. Не знаю, было это на самом деле или это была какая-то такая вот придумка, но факт тот, что рассказывались тогда, что были разного рода подобные планы. И не знаю, насколько это соответствует действительности или нет, но во всяком случае мне приходилось читать в мемуарах военных, относящихся ко Второй мировой войне, что якобы и советские спецслужбы того времени тоже размышляли на тему о том, а не совершить ли теракт против Гитлера. Вы знаете, да, против руководителей стран Советского блока была известная книга «Тегеран-43», потому что была встреча трех лидеров. И, кстати, туда можно добавить еще и Жо Рузвельта. И действительно немцы вроде бы готовили покушение в Тегеране на всех трех лидеров альянса, который боролся против фашистской Германии. Я не знаю планов покушения на Гитлера со советской стороны, но англичане и американцы точно такие вещи готовили. И было несколько таких попыток. И одна из таких попыток, самая известная, когда засылали убийцу в то место на юге Германии, где у Гитлера была его такая резиденция горная. Там весь район был закрыт вообще-то, но он такой был горный массив. И у Гитлера был маршрут ежедневных пешеходных прогулок. И пытались его вроде бы из винтовки с оптическим прицелом убить во время такой прогулки. Но это не удалось. И ни одно, кстати, покушение на Гитлера так и не удалось. И вот здесь мы подходим к теме нашего, заявленной теме нашего эфира, потому что чаще всего на самом деле самое удачное покушение – это всегда изнутри. Это всегда люди, которые близки к человеку. То есть очень трудно на самом деле подвести какого-то убийцу извне. Это всегда связано с большими проблемами. И в современном мире я считаю, что это даже в принципе невозможно, потому что если служба безопасности будет выполнять свои обязанности добросовестно, то подвести, например, человека со стороны к Путину практически нельзя. И я думаю, что и к Зеленскому сейчас практически нельзя подвести человека со стороны. И вот поэтому особо интересен этот случай, о котором вы уже начали говорить, что служба безопасности Украины установила таких двух агентов внутри службы охраны правительственной, то есть той самой службы, которой занимается охраной не только президента Зеленского, но и высших должностных лиц. Вот, значит, действительно два полковника. Вот, судя по всему, это с ними работали за деньги, скорее всего, вот, потому что там шел разговор об оплате. И плюс мы знаем, что еще в качестве таких целей, которые хотели уничтожить, был начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник службы СБУ Масюк. Вот, то есть это все дело действительно подтверждается. На Зеленского вообще говорили о том, что было не менее семи покушений, и ни одной из них пока, слава богу, не удалось. Вот, так что вот такая история с украинской стороны. И тут мы с вами плавно переходим к разговору о том, а как вообще организуется защита главных лиц. Вот, ну, давайте тогда, значит, вот про украинскую сторону мы уже сказали, что вот есть такая служба охраны президента. И у Путина есть две службы. Первая служба, которая называется ФСО, Федеральная служба охраны. А вторая служба, которая называется Служба охраны безопасности президента, СБП, ФСО и СБП. СБП входит в ФСО. То есть, грубо говоря, ФСО – это большая организация. Ощущение есть такое, что в ней от 30 до 40 тысяч человек состоит. Но почему это такая большая организация? Это организация, которая унаследовала себя от 9-го управления КГБ. Девятки, так называемые. И это организация, которая охраняет не только Путина, но она охраняет всех высших должностных лиц по номенклатуре. То есть, Путина, председателя Совета Федерации, председателя Государственной Думы, министров, премьер-министра и даже патриарха московского и вся Руси Алексея. Вот. Дальше она охраняет правительственные объекты. То есть, она охраняет, где работают органы, главные органы власти. То есть, Кремль, Белый дом, значит, Охотный ряд, Совет Федерации на… Как там она? На Пушкинской. Я сейчас путаюсь в новых названиях улиц московских. Я там давно не был. Большая Дмитровская. Да. Большая Дмитровская, да. Вот. Значит, охраняет дачи, охраняет санатории. То есть, она охраняет центральную клиническую больницу. То есть, вот все места, где есть, так сказать, циркуляция высокопоставленных лиц. И плюс, она еще одно время охраняла даже стратегические объекты. Некоторые стратегические объекты. То есть, ну, вот было такое ощущение, что она охраняла то, что было связано с ядерным оружием. Вот такие, ну, там, бункеры Путина, естественно. Все резиденции Путина, да. Извините, пожалуйста, я вас перебил. Просто напомню, что служба безопасности… Ну, не служба безопасности, конечно, ФСЦО. А до него… Секундочку, я сам начинаю путаться. До распада Советского Союза девятое управление КГБ охраняло комплекс зданий ЦК КПСС. А после того, как этот самый комплекс зданий ЦК КПСС превратился в комплекс зданий администрации президента Российской Федерации, а девятое управление КГБ превратилось вот в ФСО, то ФСО, насколько я знаю, охраняет и все помещения в Кремле, и все помещения в администрации президента в этом комплексе зданий, которые находятся на Старой площади и вдоль улицы Ильинка. И думаю, что некоторые другие подобные учреждения тоже. Да. Но внутри ФСО, которые, значит, как я вам сказал, 30-40 тысяч человек, есть еще отдельно служба безопасности президента. То есть вот ФСО сейчас возглавляет Дмитрий Кочнев, а есть отдельно служба охраны президента, которого возглавляет сейчас Алексей Рубежной. И начальник службы охраны президента всегда по должности является заместителем директора ФСО. И в последнее время оба находятся в воинском звании генералов армии. Хотя там про Рубежного есть некие там сомнения какие-то есть, ну, в общем, потому что про него довольно мало информации. Вот. Его практически нет фотографий. Известно только то, что он был бывший охранник Путина. То есть он человек, который занимался личной охраной Путина. Вот. И потом, значит, вырос он, стал заниматься более широкими задачами. Вот. И он является председателем Российской Федерации бокса одновременно. Вот у него есть такая общественная нагрузка. Вот. Из охранников Путина, мы знаем, вышло довольно много людей, которые стали заметными личностями, помимо охраны. Ну, во-первых, Золотов, который стал начальником Росгвардии. Затем был два министра по чрезвычайным происшествиям, ситуациям. Зиничев, который погиб или убит был в сентябре 21-го года. И нынешний президент МЧС, который тоже, он молодой парень. Он еще, кстати, только в звании генерала-лейтенанта. Потому что когда он пришел замещать Зиничева в виде исполняющего обязанностей, он вообще был генерал-майором. То есть это вообще был очень молодой охранник Путина. Вот. Дальше есть еще губернатор Тульской области Дюмин. Это все бывшая охранник. Это все бывшая охранник. Губернатор Дюмин, которого периодически прочат на место Шойгу. Шойгу. Или, по крайней мере, я думаю, что, кстати, его сделают, скорее всего, не заместителем Шойгу, а заместителем Шойгу, вместо Тимура Иванова, которого посадили сейчас в СИЗО Лефортова. Вот. Вот так устроена охрана. В службу охраны президента входит порядка пяти тысяч человек. То есть из тех тридцати или сорока тысяч ПЦО, шестая часть или пятая часть или восьмая часть, вместо того, как считать, это служба охраны президента. Но она, видите, какая большая. Но это не означает, что там все охранники. Потому что, строго говоря, в нее просто берут на кадровую работу всех тех, кто непосредственно общается с президентом. То есть, грубо говоря, даже повара и уборщицы, они все сотрудники ФСО. Вот. И даже топуны, которые вот на Классной площади, вот мы недавно видели, теперь они их не скрывают. Потому что раньше все милиционеры, которые ходили по Красной площади, они не были никакими милиционерами. Они все были при КГБ, были сотрудниками девятки. Вот. А теперь они все сотрудники ФСО. Но вот на параде мы видели, что стояли, значит, люди, у которых на спине было написано большие буквы ФСО. Значит, Федеральная служба охраны. Потому что охраняется не только Кремль, но и Красная площадь. То есть, подходы к Кремлю, которые считаются, как бы, тоже, так сказать, покрытыми компетенцией Федеральной службы охраны. Вот. Кстати, я об этом хотел бы лишний раз вспомнить, да, в связи с убийством Бориса Немцова. Люди, которые тогда рассуждали о том, что, ой, да какое имеет Кремль отношение, какой мог иметь отношение к Борису Немцову, к его убийству. Ну, извините меня, друзья, он шел на место своей публичной казни по той территории, которая просто является официально зоной ответственности спецслужб. То есть, вот, он шел там мимо собора Василия Блаженного, дальше на этот самый мост. Это все территория, условно говоря, все, что в видимости прямого выстрела от стен Кремля, это все зона ответственности Федеральной службы охраны. Так что... Это правильно. Вот вы очень правильно. Вы понимаете. То есть, примерно, примерно 3 километра вокруг Кремля, то есть, то, что может дострелить до Кремля, там, из снайперской винтовки, такой большой армейской, вот, или из какого-нибудь там портативного устройства, это все является зоной действия ФСО. Там везде стоят камеры ФСО. То есть, вот, по всей набережной, напротив Кремля, даже не на самом, не на той набережной, не на той стороне набережной, где находится Кремль, но и на противоположной стороне, все камеры, это камеры ФСО. И, естественно, вот тот мост, через который шел Борис Немцов, все камеры на этом мосту, это камеры ФСО. И чтобы они все не работали вдруг одновременно, такое, в принципе, невозможно. Да, это так. Кстати, откуда взялось название «девятка»? Мне приходилось где-то в интернете читать такую какую-то историю про то, что в свое время у Сталина было девять охранников, которые называли себя «девяткой», и поэтому и появилось «девятое управление». Легенда? Легенда? Это легенда. Это просто номер «девятое управление», это его порядковый номер в структуре. Потому что в КГБ на самом деле была довольно странная структура, потому что там не всегда номера были до конца порядковые. Там бывало, там отсутствовали какие-то номера. Но вот «девятое управление», ну первое главное управление было разведка, второе главное управление – контрразведка общая, третье главное управление – военная контрразведка, четвертое управление – экономическая разведка, пятое – это борьба с идеологическими диверсиями, шестое – это, по-моему, на транспорте контрразведка, семерка – это наружка. Восьмое – это правительственная связь, шифрация и тому подобные всякие вещи. И девятое – управление, это управление охраной. Ну, а дальше там еще отделы были, управление и прочие отдельные службы, архив, я не знаю, канцелярия и прочие такие вещи. То есть нет, это порядковый номер, просто управление было девятое. Вот, кстати, я, готовясь к нашему разговору, посмотрел в интернете, что практически ничего не говорится о том, кто отвечал за охрану высших должностных лиц государства, включая Сталина, до 54-го года, вот когда было создано девятое управление КГБ. А кто отвечал за охрану Сталина, Молотова и прочих советских вождей? Все то же самое. Я сейчас не скажу вам номер, то есть это мне надо посмотреть по архивам, потому что, вы знаете, там был период с 25-го по 53-й год, когда изменения происходили чуть не каждые три года. И вот там управление менялись, название менялись, там вот помните, когда было то НКВД, то МГБ, то НКВГБ, то разделяли их, то соединяли. Вот, и это все так запутало, вот, и плюс еще, значит, порядковые номера менялись, какие-то отделы передавались то в одно управление, то в другое. Вот, это надо посмотреть, но в принципе, принцип все равно был всегда один и тот же. То есть это все равно было в структуре НКВД или НКГБ или МГБ было управление, которое занималось охраной Сталина. То есть создание 9-го управления, это было, ну, просто очередная реорганизация, грубо говоря, да? Ну, которая, наверное, сопровождалась послесталинскими чистками людей, которые были связаны с попавшими в немилость и репрессированными людьми Берии, Абакумова, Меркулова и других, так ведь? Да, совершенно правильно. В принципе, Сталин даже сам, на самом деле, реформа МГБ была подготовлена при Сталине. И на самом деле она должна была запущена быть весной 1953 года. Вот, но из-за того, что он умер, значит, там, в принципе, все подготовленные документы уже, там, положения КГБ, все уже подготовлены были в 1953 году. Но на целый год растянулся вот этот переходный период, и потом уже в 1954 году этому делу был дан ход. С учетом того, что, конечно, вот, как вы сказали, там были, в том числе, не только реорганизация, но были и посадки, были просто увольнения. Кого-то уволили просто на гражданскую службу без пенсии безвоенной. То есть были такие мягкие репрессии хрущевские против КГБ. И КГБ вообще была нелюбимая организация Хрущева. Вот, и он дальше поставил задачу ее развалить, и поэтому он ее отдал под надзор Шелепина, который только-только был первым секретарем в ЛКСМ. То есть очень молодым человеком. А потом, когда Шелепин ушел обратно в ЦК КПСС на должность секретаря ЦК, то он оставил там семичастного тоже своего бывшего человека, который вместо него стал первым секретарем ЦК ЛКСМ. То есть это вот молодые реформаторы такие хрущевские. И Хрущев их поставил для того, чтобы развалить КГБ, строго говоря. И это им удалось очень успешно. Ну, возвращаясь к работе службы правительственной охраны, вот этой самой ФСО в сегодняшней России. Насколько мне известно, там огромное количество людей отвечают за безопасность на трассе, по которой ездит Путин. И не только Путин, потому что вот по Рублево-Успенскому шоссе, потом по Рублевке уже внутри Москвы и дальше по Кутузовскому проспекту. Там огромное количество высокопоставленных людей гоняет взад-вперед на целых кортежах. И вот мне приходилось слышать, что во время проезда президентского или премьерского кортежа буквально на каждых 100 метрах стоит оперативный работник ФСО, а на крышах дежурят снайперы. Это так? Ну, по идее, вроде бы такие разговоры какие-то есть, хотя я думаю, что это слишком сложная система, потому что там просто отработаны, там, во-первых, все оснащено камерами, потому что действительно по этому направлению там довольно много правительственных учреждений, потому что в Кунцево находится ЦКБ, центральная кремлевская больница, дальше по Рублевке туда, дальше в Подмосковье находится еще Барвиха, санаторий управления делами, вот, ну и дача там Нового Огарева и плюс дачи всяких там больших высокопоставленных людей, плюс олигархов, которые к ним прицепились в одном и том же месте. Вот, ну, то есть, действительно, это отработанная штука, и вот, кстати, там тоже, вот мне говорили, что там вот все менты, которые стоят по Рублевке, по Кутузовскому и по Арбату Новому и по Воздвиженке, там это не менты, это тоже ФСОшники. Ну, может быть, я знаю, что местные жители раньше Рублево-Успенского шоссе, но это в старые времена, вот, когда, может быть, не было тех технических средств, которыми располагают спецслужбы сегодня, рассказывали легенды про грибников, про мужиков, которые были одеты вот как грибники с корзиночками, с длинными палками, которые все время ходили вдоль обочин в лесу, ну, вот вдоль обочин шоссе, что на самом деле они присматривали за безопасностью, это были просто переодетые сотрудники «Девятки». Я думаю, что здесь довольно много городских легенд уже сложилось на эту тему, потому что, в общем, даже вот при таких объемах, значит, цифр оперсостава, я думаю, что не хватит людей, чтобы с грибниками, значит, всех окучить грибниками. Вот, я просто смотрю по тому, как охранялся, допустим, первый главк, там просто были камеры, там просто вот внутренности все были, охранялись, внешне были обходы, но там вот не было. Наоборот, вот ясеневские люди могли гулять по лесу и собирать грибы и могли заходить иногда в санитарные зоны, которые считались, в общем, под охраной, значит, служба охраны первоглавка, вот, но чтобы их там арестовывали, такого я не слышал. И вот там в Челобетево, допустим, тоже, это же в лесу находится, да, ну, там просто есть КПП, там есть охрана, и она время от времени обходит, но она обходит, кстати, больше даже по периметру внутреннему, а внешний периметр там, по-моему, два раза в день, что ли, обход происходил, не больше, не чаще. Ну, это другой подход, потому что мне приходилось слышать, правда, не в связи с работой Кремлевской службы охраны, не в связи с работой ФСО, что чем меньше ты обращаешь внимание на секретность вверенного тебе объекта, чем меньше ты расшифровываешь его секретность с помощью разного рода охранников, камер, колючих проволок, натянутых поверх ограждения забора там или стены, тем лучше. А когда ты устраиваешь усиленную охрану, ты тем самым, по сути дела, расшифровываешь секретность этого объекта. Ну, да, естественно. Правда? Да, это правда, потому что в этом есть просто логика, в этом есть логика. И больше того, опять же, вот я повторюсь еще раз, когда отстроена такая система защиты, то внешнему человеку проникнуть довольно тяжело. То есть, на самом деле, там, конечно, многоуровнены барьеры всякие там и камерами, и датчиками, и там собаки есть, и люди есть, и чего там только нет. И поэтому обычно какое-то покушение – это чаще всего человек изнутри. Вы знаете, это, кстати, вот даже в жизни бывает, да, потому что вот люди, которые ставят свои квартиры на обслуживание охранное, они даже не знают, что чаще всего они как раз этим-этим и повышают вероятность того, что их квартиры будут ограблены, потому что все те, кто служат в этих системах охраны, вне ведомственной милиции, там, вне ведомственной охраны, они чаще потом эти свои знания продают на сторону, сдают коды, сдают шифры, как доступа, сдают квартиры, которые стоят на охране, потому что вот если обычный дом, допустим, пятиэтажка, да, у вас там коллекция дорогая, вот, и никто не охраняет, а вы вдруг ставите свою, значит, квартиру на охрану. Значит, у вас, во-первых, есть деньги, чтобы платить такие деньги за охрану, и, во-вторых, у вас есть чего украсть, и все. И это, наоборот, если вы хотите скрыть это дело, то вот и здесь тоже точно так же. Чем меньше вы будете делать внешних признаков, что вы охраняете что-то, тем меньше воры какие-то узнают, что у вас есть чего своровать. Ну, кстати, вот мы с вами говорили вскользь о том, что наибольшая угроза безопасности первых лиц государства исходит изнутри. Сразу вспоминается история с убийством премьер-министра Индии Индиры Ганди, которую застрелили собственные охранники. Помните, да? Да. Как я понимаю, из идеологических соображений они действовали, поскольку они были сикхами, а это был как раз период, когда сикхский вопрос в Индии неожиданно обострился. И пришлось тогда, вы помните, даже устраивать спецоперацию по зачистке сикхского крама, я забыл, как он называется. Но это, в общем, была достаточно жестокая, крывавая операция индийских спецслужб. И вот в отместку за это те сикхи застрелили, фактически расстреляли в упор Индиру Ганди. В этой связи у меня вот какой вопрос. Роль разведки в предотвращении такого рода покушений. Наверняка ведь у этих спецслужб есть какие-то собственные разведывательные подразделения или нет? У них есть какая-то специализация внешняя, потому что, когда охраняемое лицо уезжает за границу, то за ним едет и его служба безопасности. И таким образом... Там целый, что называется, караван едет. И свой транспорт везут, и чего только не везут. Там все везут. Там везут все. То есть это несколько транспортных самолетов. Везут транспорт. То есть за президентом Российской Федерации всегда ездит его членовоз везде. То есть его привозят, даже несколько машин привозят. Заранее, кстати, привозят. Их вот если там визит в несколько стран, то могут прям несколько машин привезти заранее в разные страны, чтобы их там не один и тот же возить. То есть на самом деле это чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, потому что, конечно, все надо проверять. Они там еду за собой везут, воду. Ну и знаменитая история про путинский чемоданчик, куда он, значит, ходит. Потому что под этим есть тоже своя реальность. Такая реальность, потому что вот, допустим, практически, ну, не скажу документально, но достоверно было известно, что, допустим, КГБ первым узнал про болезнь неизлечимую у французского президента Помпиду. Потому что тот приезжал сейчас с Питцунду, с Брешневым. И в этот момент, когда он там ходил в туалет, у него брались пробы. Все это дело, так сказать, отбиралось и исследовалось на, значит, медицинские, на то, чтобы понять, какие у него болезни. Вот. И это, в общем, да, паранойя доходит до этого. И паранойя доходит до того, что Путин за собой, значит, ну, носит теперь вроде бы там переносной туалет и никогда не оставляет свои биоматериалы никакой иностранной службе. Во-первых, для того, чтобы она не знала, чем он болен, с одной стороны. Вот. Ну, а злые языки говорят для того, чтобы они даже не поняли, что это никакой не Путин, а на самом деле двойник, чтобы ДНК невозможно было сравнить с ДНК тем, который Путин оставлял. Потому что он, конечно, был расслаблен в начале. И я думаю, что все главные спецслужбы мира собрали его ДНК и его всякие там анализы вот тогда, когда он там в 2000 году. Ну, то есть первые годы своего управления, когда у него еще не было паранойи такой, которая есть сейчас. Я так думаю, что он был более расслаблен. Он там и пил воду, и дотрагивался до тарелок, до ножей, до вилок, которые там были на приемах. Вот. Сейчас, кстати, и это даже с этим борется, потому что просто президенту накладывается, ну, то есть вот человек, которого хотят защитить полностью, значит, ему просто накладывается лак специальный, наносится на руки, и он не оставляет отпечатков. Вот даже так? Да. Специальным лаком обрабатывают руки, чтобы не оставлял отпечатков? Ну, для Путина, да, потому что он параноик, он полный параноик. Он боится всего. Ну, с другой стороны, я вспоминаю еще в бытность мою российским журналистом, когда я работал в Москве. Всякий раз, когда, например, приезжал с очередным визитом какой-нибудь американский президент, то тоже предпринимались совершенно грандиозные меры безопасности и по обеспечению маршрута передвижения президента Америки. И то же самое привозили огромное количество сотрудников службы охраны президента США. Она называется секретная служба. И, кстати, вы не дадите мне соврать, Сергей Олегович, что в Америке традиционно секрет-сервис, вот эта вот служба, отвечающая за безопасность президента, она находится в подчинении Министерства финансов, вот так исторически, да? И помимо задач правительственной охраны, она, например, борется с фальшивыми монетчиками. Так ведь, да? Да, это точно, это верно, это специфика секрет-сервис, действительно, она борется еще и с фальшивыми монетчиками. Вот, и там действительно большая служба у американского президента, ну, у них, потому что просто у них есть деньги. То есть у них просто так много денег в бюджете, что они могут себе позволить. Вот, и они там есть, это известные вещи, что президент Соединенных Штатов Америки, когда из резиденции в Белом доме выезжает всегда три одинаковых автомобиля, и никогда неизвестно, в каком из трех автомобилей находится реально президент. Они все похожи, вот они все одинаковые, как вот в игре в наперстке. Вот, и российская служба теперь, по-моему, занимается тем самым, то есть она взяла на вооружение все то, что лучшее делается за рубежом. Ну, дальше это вопрос просто денег. Это исключительно вопрос не столько безопасности, сколько бюджета. Вот, потому что, строго говоря, увеличение численности охранников охранников не всегда гарантирует, что улучшится пропорциональное качество. То есть, наоборот, может возникнуть дезорганизация, раскоординация. Если у вас много народу, то это надо координировать. Если вы будете координировать, то вы должны с ними держать связь. Если вы держите связь, то она должна быть защищена. Но если даже она не защищена, она может быть перехвачена, она может быть расшифрована. То есть, на самом деле, вот как только вы начинаете, то есть, это вот то, что я сказал даже про бытовую, бытовой вопрос. То есть, если вы занимаетесь собственной охраной, то первый человек, который знает все ваши секреты, это ваш охранник. Который с вами всегда везде, который знает, куда вы ездите, который знает ваш распорядок дня, который знает ваши маршруты, который знает ваши вкусы. То есть, на самом деле, ничего страшнее, чем охранник, в жизни нет. И в этом смысле понятно, Почему Путин своих охранников продвигает в политику. То есть он таким образом перестраховывается для тех молодежи, которая сейчас его охраняет. То есть он показывает, что если они будут выполнять эту работу по его личной охране с большой эффективностью, то они могут стать дальше руководителями министерств, ведомствами, политиками какими-то важными, губернаторами и тому подобное. И в этом смысле периодически избавляется от одних и тех же людей, которые присутствуют постоянно в их жизни. Правда? Да, там естественно идет ротация, кстати, идет ротация внутренняя. То есть вот эти 5000 человек, там есть несколько смен и там не всегда одни и те же люди, потому что хотя Путин привыкает к определенному человеку. И вы знаете, вообще-то эта вот история, этой охраны, службы охраны, эта история весьма специфическая, потому что человек, которого подбирают в качестве охранника, он должен быть психологически совместим с охраняемым лицом. Да, и это очень непросто на самом деле. Больше того, вот даже в советское время все люди, которые работали в «Девятке», у меня, кстати, там работал дядя, у меня работал брат двоюродный. Вот, дядя у меня работал охранником у Алексея Николаевича Косыгина на даче в Архангельском, и он крутил ему кино, ему и его семье, значит, много лет в Архангельском. Вот, и они все говорили, что самое сложное не самоохраняемое лицо, а семья. Вот семья – это страшнее, чем самоохраняемое лицо, потому что обычно, ну вот, там, Брежнев, Косыгин, они, в общем, довольно демократические люди были, и они своих топтунов, в общем, ну, так спокойно к ним относились и не очень сильно их загружали. А вот если, не дай бог, значит, кого-то там выделяли для охраны супруги, вот это хуже, хуже вообще вот этого придумать вообще ничего нельзя было, да, потому что ее надо было возить по магазинам, за нее надо было там делать покупки, то есть это такая головная боль была. Очень, я знаю, что вот люди, которые работали внутри, они очень сильно не любили, не любили семью, не любили жен, потому что жены чаще всего были очень сварливые, очень с большими претензиями. Вот сам человек, вот, допустим, Алексей Николаевич Косыгин был очень скромным человеком. Вот, а вот там семья, ну, правда, это вот не его касается, потому что семья Косыгина была вполне себе приличной семьей. Вот, ну, вы представляете, там Гарина Брежнева, да, вот дочка, и вот с ее там многочисленными любовниками, вот, а ей, по идее, полагалась охрана. Вот, хотя, в принципе, вот, допустим, там Андрей Брежнев, внук Леонида Ильича, у него не было охраны, то есть он ходил в институт, в МГИМО, когда вот мы учились вместе, он ходил без всякой охраны. Внукам было не положено, это правда. Да, то есть там было положено только близким родственникам, то есть вот то, что там муж, жена, там сестра, дети, вот, ну, там сестра, брат, сомневаюсь, кстати, даже вот сестра, брат, по-моему, уже не было положено. То есть муж, жена и дети, и там же вот родители иногда, и то, по-моему, даже родителям не было положено. Простите, пожалуйста, Сергей, а вы читали книгу генерала Медведева «Человек за спиной»? Мемуары начальника личной охраны Горбачева, который был просто прикрепленному Брежнева. Да, да, вот, кстати, с генерала Медведева и началась советская история публичности человека, который занимается охраной первого лица. Потому что до этого люди как-то не обращали внимания, что вот человек, который всегда едет в ЗИЛе, значит, и первым выходит из ЗИЛы, открывает дверь. Это всегда начальник охраны, вот, и вот на него стали обращать внимание, он стал, и вот, как вы правильно сказали, он написал книжку воспоминаний, и он рассказывает, ну, кстати, вот она рассказывает анекдоты там, потому что всякие анекдоты бывают, да, потому что охраняемое лицо бывает встанет там посредине ночи, да, где-нибудь там в туалет или выйдет в ночной рубашке или еще что-нибудь. То есть таких анекдотов там масса всегда у службы охраны, вот, и там болезни бывают, и там чего-то, чего-то только не бывает. То есть это на самом деле очень хлопотная служба и очень специфическая. Ну, и по фильмам можно, там, допустим, вспомнить, там, я не знаю, Боби Гад какой-нибудь американский, да, когда там кто-то, Кевин Костнер играл, да, когда ему поручили заниматься охраной певицы, вот, там, значит, влюбляются люди. И, кстати, вот про Кабаеву рассказывал мой партнер генерал СВР в 21-м году, что у Кабаевой регулярные романы с ее, значит, охранниками, и после чего этих охранников отстреливают, потому что очень неприятно для Путина, что какие-то люди вокруг личности, которые приписывают его личной любовницей считаться и матерью даже каких-то его там внебрачных детей, чтобы у нее были какие-то романы с охранниками, что совершенно естественно, потому что, вот, опять же, охранник – это человек, который знает о вас все и который постоянно с вами, то есть, грубо говоря, ничего более близкого вообще нету. Это ужасно, кстати, вот, для, к этому, вы знаете, здесь это вот еще, мы с вами поговорили о том, что для сотрудников службы охраны тяжело бывает взаимодействие с охраняемым лицом, особенно, там, с семьей охраняемого лица, с друзьями, там, и так далее. Но я вам должен сказать, что и самому охраняемому лицу, вот, когда человек приходит и занимает эту должность, привыкнуть к тому, что у вас есть охрана, это тоже непросто, да, потому что у вас получается, что у вас перестает быть какая-то частная жизнь, потому что есть какой-то человек, который постоянно знает о том, что вы реально делаете, где вы находитесь. Это тоже очень непросто, кстати, вот, некоторые люди, когда, там, становились советскими партийными деятелями, им по номенклатуре полагался охранник, не все к этому привыкали сразу, и не все, так сказать, не всем было приятно, что за ними, там, кто-то ходит целыми днями, потому что у них создалось впечатление, что это, наоборот, партия к ним приставила наблюдателя, который не столько их охраняет, сколько за ними следит. Вы знаете, у меня была одна хорошая знакомая в далеком прошлом, мы с ней дружили, она была иностранной журналисткой, аккредитованной в Москве в конце 80-х, в 90-е годы, и она свою карьеру начала когда-то работая в пресс-службе Белого дома. Это было в далекие-предалекие 60-е годы, когда президентом был Линдон Джонсон. И вот она рассказывала тоже разные анекдоты из жизни Белого дома того времен, в частности, Линдон Джонсон страшно тяготился охраной и периодически убегал. Как убегал, там действительно под Белым домом есть какие-то туннели, и вот он уходил через один из известных ему туннелей, выбирался где-то далеко-далеко от какой-то из лужаек Белого дома, где у него был припаркован автомобиль и, надвинув большую техасскую шляпу на глаза, садился за руль автомобиля и ехал дальше по каким-то своим личным делам. Все об этом знали. И была специальная команда сотрудников вот этой Secret Service, которые должны были, им в обязанность вменялось конспиративным образом незаметно продолжать следить за президентом и осуществлять его охрану так, чтобы он оставался в неведении на предмет того, что одному ему остаться все-таки не удалось. И большинство сотрудников Белого дома это знали и тоже смеялись. И вполне вероятно, что сам Линдон Джонсон тоже знал о том, что всем все известно, но делал вид, что вот он оказывается такой хитрый и свою секретную службу может вокруг пальца обвести. Вот такая вот история, которую я рассказал вам буквально слово в слово. Такой же анекдот, кстати, был при президенте Оландии, потому что у него была любовница. Он, значит, завел любовный роман с актрисой Жюри Гайе. И он выскользал из Елисейского дворца, тоже там такой потайной дверью. Садился на обыкновенный скутер, на мотороллер. И уезжал, значит, за несколько кварталов от Елисейского дворца с ней встречаться там и так далее. И чем очень сильно доставлял очень много проблем президентской охране. Да. Ну и, кстати говоря, я хотел вас спросить. Вы же читали наверняка книгу знаменитую Фридрик Форсайта «День шакала», да? Да, конечно. Про покушение на президента Деголя в 1963 году. Потом по этому поводу был снят отличный фильм в 1973 году с Лунсдейлом и с Майклом Фоксом, по-моему. Эдвард Фокс. Эдвард Фокс. Да, отличный. Один из самых моих любимых актеров. И этот фильм у меня, кстати, он есть на DVD-шнике. Я его, наконец, разыскал. Я вам должен сказать, что эти фильмы входили в фильмотеку Краснодарственного института, которую мы смотрели на иностранных языках. Вот я тогда первый раз посмотрел этот фильм еще в Краснодарственном институте и потом долго искал его на DVD, нашел, наконец, на DVD. А потом был, кстати, в 89-е, нет, в 90-е годы был ремейк американский «День шакала», где было покушение уже не на Деголя, а на американского президента. Вот. И из этих вот, из хороших фильмов, которые можно посоветовать нашим зрителям, есть еще такой американский фильм с Клинтом Иствудом. «На линии огня». «На линии огня», да. «На линии огня». Замечательный совершенно фильм тоже. То есть это вот такая классика кинематографическая. Но все они по хорошим книгам Форсайта и нескольких других. Там Тома Кленса и так далее, которые… Собственно, почему я заговорил о «Дне шакала»? В самом начале описывается, как с одной стороны охраняют Деголя, а как с другой стороны суперклассный наемный убийца пытается взломать эту охрану и добраться до Деголя. И сразу выясняется одно важное обстоятельство, что момент наибольшей опасности для любого охраняемого лица – это появление на публике. То есть когда ему приходится в силу тех или иных обстоятельств выходить где-то, что называется, на площадь, общаться с людьми, общаться с народом. И вот это вот, что называется, момент истины для любой такой службы, которая охраняет первых лиц. Так ведь, да? Да, особенно если этот выход заранее программирован. То есть во Франции, у Деголя, почему вот это покушение планировалось в 63-м году в августе месяце? Потому что в августе 44-го года Париж был освобожден, и всегда напротив старого вокзала Мон Парнас в 14-м округе, ну, на стыке 7-го и 14-го округа французских, собиралось такое празднество, куда приезжал президент Деголь, выступал на митинги, а прямо напротив находится гостиница. Я вам расскажу анекдот по этому поводу, потому что сейчас этого вокзала нету, его сдвинули на 300 метров, что там получается, южнее, вот, а там, где он раньше находился, там находится сейчас коммерческий центр. Но вот гостиницы, которые выходили на эту площадь, и вот где должен был этот убийца, значит, там заходить на верхние этажи и стрелять в Деголя, они есть, и вот эти здания есть. И я там даже жил в этой гостинице, как-то останавливался, прямо чуть не на том же этаже, вот откуда прям вот выходили вот в этом фильме. И для меня это был очень такая трогательный момент. Я не сам себе снимал эту гостиницу, просто так получилось, что один из моих издателей как-то мне снял эту гостиницу, и прямо вот оказался чуть не в том, что там на пятом или шестом этаже, на выход на площадь, где Деголя, Деголя должно было состояться покушение. Кстати, на него было покушение, в пригороде Парижа, в Малом Кламаре, когда он возвращался из аэропорта, он ехал, просто там было два полицейских на мотоциклах, и затем его Citroёn DS, это такая вот, как у Фантомаса, такая черная машина старая, вот красивая, очень стильная машина, она считается сейчас такой винтеджной машиной. Вот, она не была бронированной, она была обыкновенной, Деголь ехал с супругой, он возвращался, нет, он не из аэропорта, он с дачи возвращался. По-моему, наоборот, он ехал на дачу. Нет, он в Париж ехал, и он, по-моему, из провинции в Париж. Ну, неважно, это не суть важно. Главное то, что его поджидал, поджидал засада, там было несколько человек, они были такие военные из организации ОАЭС, которые, значит, на стыке Алжирской войны подпольно боролись с Деголем. Вот, они, у них там был крупнокалиберный пулемет, у них были там автоматы, и машину изрешетили буквально, то есть там потом было подсчитано, что в нее попало больше сотни пуль, и ни одна из них не ранила ни жену, ни его, ни водителя, никого. Вот это вот тоже, вот это, вы знаете, такая вещь абсолютно мистическая, потому что так много было, значит, за это короткое время, там буквально несколько секунд, они изрешетили буквально эту машину, и в результате никто не пострадал.